Вакцинация населения против гриппа должна составить 40%. Такую задачу поставил Минздрав регионом России на 2016 год. В Ненецком округе сегодня привито более 12,5 тысяч человек или 29% от численности населения. Такие данные были озвучены на коллегии по здравоохранению, в котором дистанционно приняли участие руководители сельских медицинских организаций. В 2015 году в Ненецком округе зарегистрированы более 13 тысяч случаев заболеваний ОРВИ и 70 гриппом. Этим инфекциям уделяется особое внимание из-за массовости заболеваний населения в пиковые сезоны. Чтобы не допустить длительных карантинов, необходимо привить 40% населения региона. Для выполнения поставленного Минздравом плана в 2016 году будут привиты порядка 17 тысяч жителей. Эти вопросы о охвате вакцинации также обсуждаются и на уровне правительства Российской Федерации, когда проводится совещание заместитель председателя правительства Ольги Юрьевны Голодец. К сожалению, в этом вопросе Ненецкий автономный округ тоже звучит не в хороших красках, так скажем. На коллегии обсудили вопрос реорганизации сельских медицинских учреждений. Согласно приказу Минздрава о доступности медицинской помощи, в округе планируют создать новый вид оказания медицинской помощи – домовые хозяйства. Под этим термином понимается жилье добровольцев из числа местных жителей, которое оснащено необходимыми средствами для оказания первой доврачебной помощи. Представители домовых хозяйств, уполномоченные оказывать помощь, не имеют специального медицинского образования. Их главная задача – оказать доврачебную помощь, измерить давление или температуру, остановить кровотечение, наложить жгут или повязку до приезда медицинского работника. Минздрав рекомендует организовать домовые хозяйства в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек и удалённостью от ближайшего медицинского учреждения на 6 километров. В министерском приказе есть сноска о том, что в праве субъекта определить свой критерий. У нас здесь количество жителей менее 30, расстояние других медицинских организаций менее 6 километров. Имеет право быть домовое хозяйство. Жителей, которые станут медицинскими добровольцами, снабдят средствами телефонной связи с ФАПами, врачебными амбулаториями или больницами, набором изделий медицинского назначения для оказания первой доврачебной помощи. Они пройдут обязательную практическую подготовку, которая включает в себя обучение элементарной сердечно-лёгочной реанимации, первой помощи при травмах, кровотечениях, острых состояниях и заболеваниях при несчастных случаях. Где и сколько домовых хозяйств будет организовано в Ненецком округе, станет известно после совещания с руководителями сельских медицинских учреждений и главами поселений. Валентина Чебичик, Леонид Шишелов, Телеканал Север